День с толком В студии Елена Кузовкина Здравствуйте! Смотрите выпуски Известный барнаульский фотограф Александр Волобуев пропал в Москве Его объявили в розыск Первые 10 вагонов качественного угля Поступили в Яровое Кривые власти греют город Лиза Конева из Барнаула Завевала третье место международного конкурса красоты Известный барнаульский фотограф Александр Волобуев пропал в Москве Последний раз его видели 16 ноября В столице на съезде Союза фотохудожников На следующий день он должен был улететь В Барнаул купил билеты Но в аэропорту так и не появился Телефон недоступен В чем он был одет и куда мог поехать неизвестно Родственники и коллеги будут благодарны любой информации Добавим, что Волобуев член Союза фотохудожников России 40 лет из 60 он посвятил фотографии Первые 10 вагонов качественного угля Получила проблемная ТЭЦ Ярового Об этом сообщил министр промышленности энергетики края Александр Климин Напомним, в пятницу власть региона ввели в Яровом режим ЧС Средняя температура в помещениях 18 градусов Это ниже нормы Потеплять должно к вечеру К работе подключены уже два котла Плюс в Яровое должны поставить 6000 тонн угля Закупает его край Тем не менее, по оценке главного инженера ТЭЦ Владимира Михалдыкина, чтобы привести в работоспособное состояние всю ТЭЦ Нужен почти миллиард рублей Напомним, в четверг краевое следственное управление Начало проверку по факту ненадлежащего оказания услуг в Яровом Власть региона отстранили организацию, эксплуатирующую ТЭЦ И передали теплоснабжение муниципальному предприятию Ремонт в доме будет сделан на днях Мы показывали сюжет о проблемах в Барнаульском многоэтажке По адресу Павловский тракт 271 Несмотря на то, что дом относительно новый Жители жалуются на его состояние Лифты нередко не работают Стены подъезда изрисованы Часто происходят коммунальные аварии А снег не чистят Связывают такое положение дел жильцы С предвзятым отношением руководителя УК Который предлагает им самим отказаться От управляющей компании «Квартал» и перейти в другую Сам руководитель считает, что в ситуации есть вина и жителей В частности, прорывает канализацию Из-за того, что люди смывают крупные отходы Трубы засоряются Директор пояснил, что готовы сделать ремонт в многоэтажке Даже несмотря на то, что работы будут вестись в убыток Дело в том, что тариф на текущее содержание жилья В этом доме очень низкий И не менялся 7 лет Тариф, конечно, маленький И упущение, что его не подняли Мое Я себя вины не отрицаю, не снимаю Но жильцы 7 лет жили И всех устраивало, что они платят по минимуму Сейчас вопрос... Сколько с квартир получают? Ну, 8 рублей, считайте Допустим, если 50 квартир, 400 рублей Вся сумма, по словам директора Уходит на зарплату дворника, уборщицы и других сотрудников Повысить тариф, отмечает руководитель Он не может из-за судебных процессов Которые инициировали жильцы дома Тем не менее, ремонт сделать управляющая компания готова Несмотря на конфликт И на то, что средств на работы потребуется в разы больше, чем платят жители за содержание жилья В планах на этот год ремонт был И остается Со своей стороны я, скорее всего, и начну его делать Ну, потому что... Полная покраска То, что они просят, у них на полмиллиона Я еще раз говорю, это мне нужно будет несколько лет Не платить зарплату и не покупать вообще ничего То есть вы все равно идете на это? Вы полмиллиона готовы вложить? Будем, в конце концов, если есть необходимость, будем кредитоваться Будет ли сделан ремонт? Повысят ли тариф на текущее содержание жилья? К чему приведут судебные разбирательства? И останется ли дом в управлении этой компанией? Будем следить Евгения Даровская, Илья Халяпин День с толком Надеемся, таких проблем не будет у броноульских певцов, актеров и врачей Сегодня им вручают ключи от квартир В краевой столице достроили 17-этажный дом для работников в социальной сфере В квартирах полностью сделан ремонт К тому же они частично меблированы Средством строительства дома 230 миллионов рублей Выделил Край в рамках инвест-программы Отметим, что в числе первых ключи от квартир получат молодые актерские семьи Михаил и Юлия Лямины из музыкального театра Анна и Дмитрий Плехановы из драматического Анна и Степан Копелевич Артисты ансамбля Алтая А также семья врача-анстезиолога Вячеслава Мишенина Билет на самолет из Бурнаула в Новосибирск будет стоить 1930 рублей Наши города были связаны авиасообщением 20 лет назад И в следующем году его возобновят Улететь в Новосибирск и обратно можно будет уже со 2 января Время полета всего 50 минут Совершать рейс намерены 5 раз в неделю по вечера Вот насколько будет востребовано такое воздушное сообщение Покажет время Известно, что пассажиры неоднократно просили увеличить количество маршрутов Бурнаул-Новосибирск, но касалось это электропоездов Медицинский университет внезапно покинула компания, которая занималась организацией питания Предприятие расторгло договор В минувшую пятницу пояснила исполняющая обязанности ректора Ирина Шереметьева Так что сейчас для столовых вуза ищут новые предприятия В медуниверситете все это связывают с уходом из вуза прежнего ректора Игоря Салдана И что таким образом кто-то пытается создать проблемы новому руководству Большой мультимедийный экран поставят на входе стадиона «Динамо» в Барнауле К Новому году Напомним, недавно вход на арену реконструировали, вернув ей облик 60-х годов А современный штрих внесли цифровым экраном На нем планируют транслировать матчи и соревнования, размещать турнирную таблицу Итоги игры футбольных команд Кстати, подобный билборд может появиться и на здании титов арены К Новому году в алтайских лесах нарубят 18 тысяч елок Заготовку у сосны и пихты ведут в четырех лесничествах Шипуновском, Черышском, Алтайском и Тигунском Специалисты отмечают, что рубят исключительно верхушки и деревья, которые валят для санитарной очистки Так что природе это не вредит Как сообщают в правительстве края питомников, где бы специально выращивали елки к Новому году, в крае нет И напоминают, за незаконную рубку лесных насаждений грозит штраф до 5000 рублей для физических и 300 тысяч для юридических лиц Барнаульская модель стала призером международного конкурса красоты 21-летняя Лиза Катаева заняла третье место в конкурсе топ-модель мира Это старейший конкурс, где участвуют только профессиональные модели На него девушку отправляли всем миром Долго искали ей национальный костюм И в итоге на подиуме Лиза предстала в синем платье в пол И роскошной шубе из натурального меха Енота, песца и кролика, шитой по индивидуальному проекту Обратилась ко мне региональная директора в Москве Говорит, вот надо представить девушку в России Вот желательно из Сибири, чтобы была девушка Я говорю, у меня есть такая Все ее одобрили, мы стали ее готовить Конечно, неожиданность, мы же не первый раз участвуем в мировых конкурсах Всегда где-то там двадцатка, иногда даже в финал не выходили Как можно вообще выбрать самую красивую или самую модель-модель? Мне кажется, это 65 человек, все красивые, все одинаковые параметры Представляете, какой конкурс? У них три недели было подготовки, они ездили по всему Китаю Далее в нашем выпуске вы узнаете, где можно провести время настоящим гурманам И что такое бранч Спастись от зимней печали и холода помогут изысканные блюда для настоящих гурманов В сырном ресторане и кафе Деля Фе Собственный кондитерский цех ресторана предлагает широкий выбор десертов Основное меню сочетает в себе средиземноморскую и азиатскую кухню И, конечно же, большой ассортимент швейцарских и алтайских фермерских сыров Согласитесь, приятно в выходные дни не проводить время на кухне, а приходить в ресторан, отдыхать и общаться с близкими Отдельное предложение для семейного отдыха в выходной – бранчи в сырном ресторане Бранчи – это такой прием пищи, который предназначен для как раз-таки долгого времяпрепровождения, для общения с близкими людьми И, по сути своей, это нечто объединенное между завтраком и обедом Это когда вся семья может собраться за столом, когда много всякой разной вкусной еды На шведском столе во время бранчи представлен большой выбор выпечки, десертов, молочной продукции, завтраков, каши, блюда из яиц, мёсли и другие позиции Бранчи в кафе «Деля Фе» проводят по субботам и воскресеньям с 11 до 3 часов дня Порадует гостей не только атмосферный отдых, но и приемлемая цена На этом у меня все. Через несколько секунд о погоде спонсор прогноза – компания «Эвалар». До встречи!